Приветствую вас! Ура! У меня теперь есть вечная лампочка! Бред! Вам сначала поднебесное впарило недоделку, а теперь горе-самоделкины предлагают использовать схему, от которой по массе причин многие отказались еще во времена СССР. Расскажу обо всем по порядку. От бытовой лампочки из Китая до надежного светодиодного светильника. Специально для этого видео купил для оптов светодиодную лампочку. Для начала изучим надписи на упаковке. Производитель написан маааленькими буквами. Даже со стопроцентным зрением без микроскопа прочитать невозможно. Увеличиваем и видим, что изготовлено в дружественном нам Китае. Реально молодцы ребята! Делают все, от ниток до космических аппаратов. Технические характеристики лампочки. Цоколь Е27. Мощность 12 ватт. Свет белый. Температура 4000 кельвинов. Срок службы 30 тысяч часов. Цветовой поток 1100 люминов. Ничего не заметили? А я уже заметил. 4000 кельвин это нейтральный свет. Свет Луны. Белый свет это 5000 кельвинов. Просто если производитель честно напишет свет Луны, то его лампочки никогда не купят. Сверху упаковки заметил очень интересную надпись. Гарантия 2 года. Так, давайте посчитаем. Два года. Это у нас 730 дней. По статистике средняя продолжительность эксплуатации в сутки составляет 8 часов. 730 умножить на 8 равно 5840 часов. Скорее всего лампочка проработает 2 года и 1 месяц. Заглянем в коробочку. Ага, вот даже гарантии на талончик есть. Дата покупки 22.05.19. Лампочка обычная. Цоколь Е27. Сверху матовый пластик. По ощущениям очень даже легкая. Для проведения измерения технических характеристик я собрал вот такую нехитрую схему. Патрон, сетевой провод и клеммник. В клеммнике один из проводов разрывается. Это необходимо для измерения тока потребления. Один прибор показывает напряжение в сети. Средние арифметические показания составляют 237.5 В. Другой прибор показывает ток, потребляемый лампочкой. Средние арифметические показания составляют 46.35 мА. 237.5 умножаем на 0.04635. Получается чуть больше 11 В. Вот еще один обман. Вместо обещанных 12 В. я получаю 11. Чем меньше потребляет, тем меньше излучает. Пришла пора разобрать эту шайтан-лампочку и посмотреть, что у нее внутри. Не буду мудрствовать лукаво. Поступлю так же, как народные самоделкины. Рах тебе дох! И крышка снята. Внутри всех дизайнерских корпусов одинаковая бездарная схема, независимо от лейбов и надписей на различных языках. Это была лирика. А теперь поговорим о том, как надо делать. Сначала о светодиоде. Расскажу простыми словами, чтобы было понятно даже обывателю. Он был изобретен в 1962 году американским ученым Ником Холоньяком. Это был светодиод красного свечения. Спустя 10 лет появились зеленые и желтые. Применялись в качестве индикаторов в различной аппаратуре. Благодаря научным разработкам интенсивность светового потока постепенно возрастала. По сути, светодиод это ПН-переход. При приложении разности потенциалов к электродам, внутри светодиода происходит физическое взаимодействие электронов и дырок. Выделяется квант света и, как побочное явление, тепло. Световой поток направленный. Для его рассеивания необходимо применять оптическую систему. Светодиод может работать от любого напряжения, хоть от 220. Для него важно не напряжение, а ток. Скачки тока, превышение номинального тока, нестабильный ток. Все приводит к преждевременному выходу из строя светодиоды. ПН-переходы делаются из химических веществ. Каждый химический элемент имеет собственную структуру. Плюс к этому процесс изготовления не позволяет получить абсолютно идентичное изделие. Отсюда вывод и настоятельная рекомендация. Для изготовления светодиодных ламп освещения ни в коем случае нельзя применять последовательное соединение светодиодов. Все еще сомневаетесь в правдивости моих слов? Вскройте сгоревшую лампочку. В 99,9% случаев сгорел один светодиод в цепи. Хорошо, если он выгорел до обрыва цепи. А если ушел в короткое замыкание, то сразу выгорает следующий светодиод. И так по цепочке. Также нельзя использовать так называемые светодиодные сборки, которые выглядят как один большой светодиод. Там просто много ПН-переходов, соединенных последовательно. Конечно, если вам не жалко денег, то можете и дальше идти протаренной дорожкой. Я вам сейчас покажу один светильник. Он был сделан 8 лет назад. Все это время работает в автоматическом режиме. Средняя продолжительность составляет 11 часов в сутки. Общая продолжительность свечения на сегодняшний день более 32 тысяч часов. Ни разу не заменил ни одного светодиода. Аккумулятор по-прежнему в состоянии нового. Вы спросите, разве такое возможно? Да, возможно. Перед вами работающий экземпляр. Работает автономно. Не требует подключения к электрической сети. Служит в качестве ночника в детской комнате. Если это изделие вам будет интересно, то отдельно по нему запишу видео. Я не могу дать вам таблетку от тех болезней. Зато могу направить на верный путь. Все секреты не расскажу, но основной информации будет достаточно для создания изделия гораздо надежнее продаваемых. На сегодняшний день существует очень много модификаций мощных светодиодов. Для каждого наименования есть свой дата-шит. В нем указаны напряжения и токи оптимальной эксплуатации. Возьмите небольшое количество светодиодов, лучше из одной партии. Для проверки правдивости указанных в дата-шите данных вам потребуется лабораторный блок питания, люксметр и маленький светонепроницаемый бокс. Внутри бокса разместите датчик люксметра и светодиод. На лабораторном источнике питания установите напряжение, указанное в дата-шите. Затем плавно увеличивайте ток и следите за показанием люксметра. Когда уровень светимости перестанет активно повышаться, вы достигнете оптимального тока для конкретного светодиода. Запишите показания амперметра. Сходится с дата-шит? Сомневаюсь. Для надежной работы конкретно этого светодиода необходимо собрать стабилизатор тока, уровень которого на 10% ниже полученного при измерениях. Да, вы верно меня поняли. Для каждого светодиода необходим свой стабилизатор тока. Тут тоже нет одной таблетки от всех болезней. Для каждой силы тока найдется свой электронный компонент. Например, для 20 мА подойдет NSIC2020BT3G. Это достаточно маленький электронный компонент для поверхностного монтажа. Предположим, для определенной освещенности в конкретном месте вам необходимо 10 светодиодов. Значит, в лампочке, кроме них, необходимо еще установить 10 стабилизаторов тока. Если по дата-шиту напряжение питания одного светодиода указано 5 В, то источник питания должен выдавать именно эти 5 В, потому что все светодиоды будут подключаться параллельно, каждый через свой стабилизатор. Ток, выдаваемый источником питания, должен быть не меньше суммарного тока потребления светодиодов. Например, для 10 светодиодов по 20 мА потребуется не меньше 200 мА. Лучше дать чуть больше, процентов на 5-10. Все равно стабилизаторы лишние не пропустят. А именно небольшое превышение сведет к минимуму выделения тепла. Вы спросите, как все это засунуть в лампочку? Очень просто. При желании туда еще поместится микроконтроллер, который по Wi-Fi сможет передавать вам текущий дата-шит каждого светодиода. Но это тема отдельного видео. Просто подбирайте правильную элементную базу. Любые печатные платы сейчас можно изготовить под заказ за копейки. Вывод. Вечная светодиодная лампочка? Бред! Максимум 50 тысяч часов при правильной схемотехнике. А это 17 лет в среднеарифметическом режиме 8 часов в сутки. Просьба! Если на базе этой информации вы будете создавать реальный прибор и показывать или продавать другим людям, ссылайтесь, пожалуйста, на этот источник. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. «Всего вам доброго!» А сторонник МБТГ огромных успехов в поиске вечного в нашем непостоянном мире! «Всего вам доброго!»